Девчата, всем большой-большой привет! Меня зовут Ира, добро пожаловать на мой канал Синдерина 1. Сегодня мы с вами выполним ягодичную тренировку без повторений. Я собрала для нас, пожалуй, самые эффективные упражнения для ягодиц, и сегодня вместе с вами мы их выполним. Для этой тренировки приготовь, пожалуйста, две гантели, какую-нибудь поверхность, скамья, стул, кровать, что-нибудь, от чего ты можешь выполнять ягодичные мосты, всякие разные, и болгарские выпады. Хорошо? Постили коврик, приготовь воду и обеспечь доступ свежего воздуха, либо прохлада в помещении, где ты будешь выполнять сегодняшнюю тренировку, потому что будет жарко. Мы начнем сегодняшнюю тренировку, конечно же, после разминки. Сейчас я соберу волосы и начнем разминку. Мы остаемся на одной левой ноге, правую ножку мы вращаем в тазобедренном суставе. Делаем пять круговых движений вперед и пять круговых движений назад. Вот так. Мне сделали замечание, почему я на прошлой тренировке, в которой уже появилось количество потраченной калории пульс, не включила на разминке уже отсчет калорий. Поэтому я исправилась в этой сегодняшней тренировке и завершу ее по окончании заминки. Так будет правильно, действительно, я подумала об этом. Меняем направление движения бедра, потому что мы, когда встаем перед ковриком, начинаем тренировку, неважно, разминаемся мы, заминаемся, это все равно физическая активность для нашего организма, и так будет правильнее. Так, мы ставим ноги шире плеч, прям значительно, и делаем боковые выпады в одну и во вторую сторону. Вот таким образом делаем всего 10 раз. Одна нога, в данном случае у меня правая, полностью выравнивается. Я чувствую натяжение его в внутреннем бедре. Хорошо. Это 6, 7, 8, 9, хорошо, 10. Отлично. Выставляю одну ножку вперед, руками я склоняюсь к этой ноге, расту и меняю ножку. Теперь левую, расту, меняю ногу. Правая нога, выставляю левую, 4. Также нам нужно выполнить 10 повторений, 5, 6, 7, 8, 9. Заключительное повторение, 10. Разомнем немножко мышцы кора, потому что сегодня на болгарских выпадах, на приседаниях мышцы кора будут держать вес снаряда. Поэтому наша задача его тоже подготовить к этому. Делаем боковые наклоны, а сейчас диагональные наклоны вот так. Тянем руку от лопатки, помните, да, не от плеча, представьте, что она не здесь крепится, а от лопатки, чтобы еще растянуть немножко широчайшую мышцу. Хорошо. Этот, еще два. Затем мы идем с тобой в выпад на коврике. Есть. Смотрите. Идем в выпад. Левую ножку вперед, правую назад. Наша задача навалиться тазом вперед и разогнуть до конца ножку в коленном суставе назад, направив носок на себя. Вот таких мы делаем пять повторений. Это три. Это четыре. Заключительные пять. Склоняем. Склоняем корпус к колену. Растягивается заднее бедро. Почувствуйте это. Отлично. И поменяем с тобой ножки. Давим вперед тазом. Отклоняемся назад. Давим вперед. Отклоняемся назад. Не забываем носочком доработать это движение. Хорошо. Это три. Это четыре. И заключительные. Хорошо. А здесь остаемся. Корпус подаем вперед. Чувствую натяжение в задней поверхности бедра. Супер. Теперь мы садимся на ягодицы. И поочередно будем укладывать колено внутрь. Вот таким образом. Делаем десять повторений. Отдельно. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А теперь вместе ножки склоняются влево. Корпус поворачивается. Я укладываюсь на одну левую. В данном случае у меня ягодицу. И руками я доворачиваю это движение. Давайте вместе сделаем. Вернуться в исходное. Перевернуться на другую сторону. Корпусом я доворачиваю. У меня здесь происходит движение бедра в вертлужной впадине тазобедренного сустава. Так, это у нас четыре или три. Три, да? Хорошо, пусть будет три. Это четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Два раза. И мы заканчиваем с этим движением. Девять. Остаемся здесь. Укладываем правую руку на правую часть тазобедренного сустава. Та ягодичка, которая у меня сейчас над ковриком. Хорошо? Не та, которая уложена, а которая над ковриком. Наша задача докрутить таз в противоположную сторону. Не плечами крутить, а именно таз. Хорошо? Это три, четыре, пять, шесть. Разминаем тазобедренный сустав. Улучшаем подвижность костей, мышц, связок. Это поможет нам лучше проработать ягодичную мышцу. Девчат. Все не просто так у нас здесь сегодня. Ничего, что я обращаюсь к девчаткам, потому что, мне кажется, вряд ли какой-нибудь из брутальных мужчин нажмет на эту тренировку, будет с нами делать ягодичные мосты различного характера на сегодняшней тренировке, но на всякий случай. Если вы есть, то передаю вам пламенный привет. Так, это семь уже, восемь, девять. Заканчиваем. Ну все, наша разминка готова. Мы готовы начать сегодняшнюю тренировку. Смотрите, я убираю коврик, потому что первое движение у нас будет проходка-выпады. Приготовьте себе небольшое расстояние, где вы могли сделать эту проходку. Хорошо? Если у вас нету достаточно места, достаточно на самом деле двух шагов. Если нет места, вы делаете сплит-выпады, то есть устанавливаете ноги в разножку и садитесь просто вверх-вниз. Договорились? Так, я запускаю таймер. Работаем сегодня. 45 секунд, 15 секунд у нас дано на отдых. Продолжительного времени на отдых у нас не будет, поэтому настройтесь на работу. Если вы не приготовили стакан воды или бутылочку, пожалуйста, сделайте это, потому что вода действительно будет нужна. Также я не сказала об этом, но я приготовила для себя вот такое вот полотенце. Возможно, вам, когда мы будем укладывать гантелью на тазобедренный сустав, на кости, вам будет давить. Поэтому можете приготовить также полотенце. Сейчас, секундочку. Соберу челочку, чтобы она меня не бесила. Нормально? Итак, я запускаю таймер. Первое движение у нас выпады-проходка. Мой вес сегодня на тренировке 10 килограмм. Я привожу лопатки, делаю небольшой шаг. Так, не надо, пожалуйста, вот такие шаги делать. Смотрите, что происходит с тазом. Хорошо? Делаю небольшой шаг. Сажусь в выпад. Следующий шаг. Выпад. У меня получается три шага. И на этом спасибо. Я разворачиваюсь, не теряю время. Иду обратно. Выпад. Выпад. Длина шага должна быть такой, как у вас в обычной жизни при ходьбе. Самое главное, чтобы у вас не заваливался таз. Лопатки держим ровными, сведенными, чтобы у нас спинка была ровная. Хорошо. Переворачиваемся. Дальше идем. Колени прямо, либо слегка в сторону, ни в коем случае не внутрь. Хорошо. Отдыхаем. Сейчас все то же самое, только гантели у нас будут наверху. Это была такая разминочка, можно сказать. Все то же самое, девчат. Поехали. Выпад. Встаем через пяточку. Наш таз должен располагаться между двух ног. Помните об этом, пожалуйста. Читая все ваши комментарии, там написано слишком много болтовни. Но большинство людей молчат по этому поводу. Не знаю, как всем угодить на самом деле. Но расскажите, что вы думаете по этому поводу. Если что, я уменьшу звук. Продолжаем, продолжаем. Разворачиваемся. Ой, уже все. Так же, вы слышали? Ютубчик наш собирается блокировать девчат. Поэтому я вас приглашаю подписаться на сообществе ВКонтакте. Яндекс.Дзен. То есть уже не Яндекс.Дзен. Публикуюсь я так же на Рутюб. Так, лопатки приведены. Мы сейчас делаем румынскую тягу. Не будем отвлекаться. Смысл в том, что я боюсь, что мы потеряем друг друга. Поэтому пока все на связи. Находите альтернативу там, где вам больше нравится. Подписывайтесь на меня. Синдерина 1. Лопаточки привели. Следим за тем, чтобы они не разводились у нас. Хорошо. Продолжаем, продолжаем. Два повторения. Отлично. Сейчас мы будем выполнять румынскую тягу с пульсацией. Спустились. Пауза. Поднялись. Нету задачи опустить гантели как можно ниже. Таз назад вытягиваем. Поехали. Встали. Опустились. Пульсация. Встали. Наклон. Пульсация. Подняться. Раз. Два. Подняться. Еще. Растяжение сзади поверхности бедра здесь. Вы должны ощущать, особенно, когда та самая пульсация наступает. Выпрямиться. Лопатки все держат. Спинку никто здесь не округляет. Запрещено. Запрещается. Следующее упражнение у нас фронтальные приседания. Гантели будут располагаться на плечах. Это такое многосуставное базовое упражнение. Также оно прокачивает ягодицы и прорабатывает переднюю поверхность бедра. Наша задача сесть и встать через паузу. То есть мы садимся. Паузу. Активируем, девчат, тазовое дно. Напрягаем внутреннюю попочку. И поднимаемся. Подняться. Выдохнуть. Я напоминаю, что все упражнения сегодня мы повторяем по одному разу. Сделали, забыли. Все. Даже если вам что-то не нравится. Сиснули зубки, потерпели. Это фронтальные приседания. Следующее упражнение. Обычные приседания. Есть. Хорошо. Поехали. Также у нас лопаточки приведены. Важно, потому что... Почему я акцентирую на этом внимание? Вот так вот мне не надо делать. Вот. Правильное положение спины во время упражнений. Мы зачем с вами спинку качаем, да? Чтобы не разрешать травмировать позвонки. Держим вес. Пожалуйста, держите его мышцами. Мышцами. Возможно, вы завтра даже заметите небольшую крепатурку между лопатками. Хорошо. Хорошо. Продолжаем. Фух. Есть. Следующее упражнение у нас ягодичный мост. Я его выполняю от скамьи. И напоминаю вам, что от креста до макушки одна прямая линия. Толкаем ее через пяточку. Вот так. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Вот так никто здесь не делает. Хорошо? Прямая линия от креста до макушки. Таз подкручен на себя. Лобковую кость к пупку. Это всем ясно? Фух. Когда вы опускаетесь вниз, где-то опускайте, чтобы у вас таз приближался к пояснице. Для этого у нас есть потрясающие мышцы живота, которые удерживают таз в правильном положении. Фух. Есть. Супер. Не буду далеко уходить. Ягодичный мост плюс три пульсации на следующее упражнение с тобой. Готово? Погнали. Начинаем. Все то же самое. Мы выжили с тобой. Расслабили ягодицы. Раз. Расслабили два. Расслабили три. И только сейчас мы их удлиняем, спускаемся вниз. Раз. Два. Три. Во время пульсации, пожалуйста, отводи колени в стороны, чтобы лучше сократилась ягодичная мышца. Раз. Два. Три. Хорошо. Следующее упражнение, девчат, у нас будет ласточка. Но если ты не уверена в своем балансе, ты можешь подойти к стене и одной ручкой за нее держаться. Хорошо? У меня с балансом на сегодняшний день все в порядке, сказал Ира, которая сейчас будет падать на каждом повторении. Поэтому я буду пробовать без опоры. Возьму две гантели. Одна нога опорная, вторая будет подниматься у меня. Я начинаю. Это румынская тяга на одной ноге по-другому. Здесь все напряжение, вся нагрузка, весь вес снаряда полагается и посвящается одной ноге. Очень эффективное упражнение, оно мое любимое. Мои девчата в тренажерном зале стабильно его выполняют. Понимаю, насколько оно неприятное для них и для вас сейчас, но результаты ради стоит потерпеть. Правая нога. Есть. Сейчас все то же самое на левую ногу. Глоточек воды. Ой, красота. Поехали. Снимаю я эту тренировку второй раз. Я об этом рассказывала в своем телеграм-канале. Пришла, начала снимать, закашлялась, ушла. Представляете, как неприятно. Поэтому уже на опыте. Я пока писала пост об этой неудавшейся тренировке. Чувствовала такую приятную ягодичную пульсацию в машине, пока сидела. Ой, как приятно будет вам после этой тренировки. Прям вангую. Так это я одну третью выполнила. Представляете, самое интересное же впереди у нас. Хорошо. Последний раз. Следующее упражнение у нас будет сумо-приседания. На этом упражнении можно вытянуть нормальный вес, только, пожалуйста, следим за положением спины. Я возьму две гантели, неудобным вот таким вот вариантом. Могла бы, конечно, принести себе гантель 20 килограмм, но хочется быть в таких же условиях, как и вы. Здесь больше сгибаний у нас происходит в тазобедренном суставе, в этом углу. Хорошо. Таз. Уходим назад. Давайте повернусь так, чтобы было понятно. Блин, как неудобно их держать. Колени мы направляем в стороны. Постановка ног у нас широкая здесь. Внутренняя поверхность бедра также прорабатывается. Хорошо. Есть. Следующее упражнение. Сумо-приседания пол-амплитуды. Остаемся внизу. Работаем в нижней точке. Не до конца выпрямляем ноги. В коленном суставе. Поэтому начинаем. Начинаем. Хорошо. Таз назад. Не до конца встаем. Вся нагрузка, всю дорогу остается на мышцах. Никакого переложения ответственности на наши суставчики здесь нет. Дальше-дальше-дальше-дальше-дальше. Дальше-дальше. Вот так. Умничка. Супер. Ягодичный мост плюс 3 секунды. Статика дальше у нас. Располагаемся на нашу опору. И начинаем. Делаем ягодичный мост, как мы это делали раньше. Раз-два-три ждем. Спускаемся в исходное положение. Здесь не важно, чтобы вы сжали ягодицы, как в кулачки. Раз-два-три опуститься. Я буду считать. Раз-два-три. Подстраивайся. Опуститься. Один-два-три. Пол времени у нас уже позади. Один-два-три. Хорошо. Раз-два-три. Опуститься. Раз-два-три. Опуститься. Раз-два-три. Опуститься. Кайфовое упражнение. Я чувствую очень сильно, как у меня горят. Ягодички. Так, теперь мы ложимся на коврик. Вот таким вот образом. И будем поднимать по одной ноге ножку из поднятого ягодичного моста. То есть я поднимаю ноги. По одной раз уложила на место. При этом у меня до конца разогнут тазобедренный сустав. То есть у меня нет вот такого провисания. Хорошо? Важно, чтобы от плеча до колена была ровная линия. Не делайте себе поблажек. Следующее упражнение у нас будет очень интересная вариация ягодичного моста. Мы еще с тобой такое не делали. Но я ищу способы удивить наши мышцы, привыкшие уже почти ко всему. И максимально разнообразить тренировку. Мы складываем стопа к стопе и будем выжимать таз наверх. Хорошо? Для того, чтобы нам жизнь не казалась раем, мы располагаем одну гантелю на тазовые кости и вперед. Здесь мы передаем пламенный привет нашим приводящим мышцам. Это внутренняя поверхность бедра. Хорошо? Выдох. Выдох. Хорошо. Ой, как здорово. Хочется попить воды. Откровенно говоря, выжимаем до конца, до конца, до конца. Молодецик. Есть. Девчат, я с вами это не согласовала. Я надеюсь, что у вас есть стена в доме. Не уверена, что меня там будет видно. Я расположусь вот сюда. Как будто у меня здесь стена. Ногу на стену. И наша задача выполнить наклон на одной ноге. Лопатки мы приводим и делаем наклон. Один отрезок на левую ножку, один отрезок на правую ножку. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы у вас нога, стопа, та, которая на стене, опиралась на уровень середины голени. Не выше, потому что будет чересчур сильное сгибание ноги, которая находится на стене. Это будет забивать ваше переднее бедро излишне. Хорошо? Все то же самое мы делаем сейчас на другую сторону. Так, готовимся. Лопаточки приводим и начинаем движение. Так. На носочек не валимся. Спуститься. Подняться. Наклониться. Подняться. Хорошо. Вот эти движения с наклонами у стены, там есть такие, есть боковые. Есть в моих тренировках в марафоне «Ешь, тренируйся, живи» и «Трансформация». Можете, если хотите, ознакомиться с этими тренировками. Ссылки на них я располагаю в описании. Там 12 тренировок по плану. Поэтому прям здорово. Очень рекомендую вам их попробовать. Цена символическая. 1490 рублей. Следующее у нас болгарские выпады. Вот сейчас начинается горячая вечеринка. Также у нас здесь лопатки сведены. Встаем через пяточку. Не разрешаем слишком сильно тазу делать перекосы. Держим таз. Хорошо. Хорошо. Дальше. 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 Встаем. Садимся. 30 минут убиваем ягодицы сегодня. Завтра вы наверняка найдете эту тренировку. И оставите комментарий. Ира! У меня баба горит! Кайф! Спасибо тебе! Я все комментарии на самом деле ваши читаю. Мне безумно приятно. Вообще. Они меня заряжают. Вот почему я сюда приезжаю. Комментарии. Ваши комментарии. И донаты Яндекс. Чаевые. Вот почему я здесь. Поэтому. Так. Харшак вперед. Спасибо вам большое за поддержку. Мне очень ценно это. Это заставляет меня двигаться дальше. Не останавливаться. Я это дело люблю. Вы видите. С какой отдачи я отдаюсь. Извините за тавтологию. Поднимаемся. Спускаемся. Поднимаемся. О май гад! Через пятку прошу. Умоляю тебя. Через пятку поднимайся, моя хорошая. Есть! Не, это здорово. Делаем сейчас лягушку. Мы ложимся. Лицом вниз. Скрещиваем. Укладываем руки перед собой. Там мы укладываем нашу голову. Наша задача соединить пятки, расставить колени в разные стороны и поднять, оторвать бедра от пола. Здесь есть. Оторвать. Сжать. Хорошо. Дальше, 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 дальше. еще на хорошие улица это упражнение здорово делается утяжелителями я конечно же очень во время вам об этом говорю но если будете повторять эту тренировку пожалуйста используйте этот совет так дальше мы выполняем ягодичный мост на одной ноге вот сейчас начинается жесть одна нога у нас висит без веса здесь нам вес будет не нужен об этом вы поймете на сороковой секунде я оторвала носочек от пола чтобы уверенно через пятку выдавливаться наверх до конца разгибают тазобедренный сустав давайте 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 поняли да почему без веса мы работаем ягодицы и так здорово достается да простите меня вы да детка я кайфую это заиболее судомазохистка скажешь ты но как есть меняем ножку если была правая то левая и наоборот давай 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 работаем выдыхаем наверху что там по пульсу мне интересно а дальше выдох выжимаемся 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 есть никогда так не радовалась выпадом как сейчас выводы наше следующее упражнение делаем выпады с отшагом назад работает сначала правая нога правая нога отшагивает делайте пожалуйста очень сильное сгибание именно в тазобедренном суставе мы здесь делаем выпады с упором именно на ягодичные мышцы напоминаю тебе об этом то есть не так а вот так как будто через наклон что-то между наклоном и приседанием правая ножка сейчас ходят после 15 секундного перерыва будет отшагивать левая отдыхаем повернусь к вам готовы начинаем правая статично левая делает отшаг шаг назад ножку присваиваем приставляем шаг назад приставили вот так не валимся на носок колено чересчур сильно вперед мы не выводим выдох наверху хорошо 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 есть сейчас мы делаем прогулку из ягодичного моста будем с тобой гулять прогуливаться смотрите мы укладываемся на коверчик выжимаем таз наверх и делаем шаги вперед то все время остается в висе и делаем шаги назад я напоминаю что тазобедренный сустав должен быть раскрыт нету такого провисания такое отдыхающее статическое упражнение на ягодицы дальше мы будем продолжать их топить упражнение good morning у нас следующее я расположу гантелью на шею и подложу под него полотенце потому что я уже вся мокрая чтобы себя не травмировать вот так я готова так что мы делаем сгибаемся и разгибаемся в тазобедренном суставе функция ягодичных мышц мышц разгибания тазобедренного сустава поэтому сегодня разные его интерпретации будем делать делаем вдох в ребрышки выдох наклон выдох как будто здесь у нас мощная штанга да у нас тобой хорошо держим гантель у вас должна располагаться не на шейных позвонках пожалуйста для этого лучше уложить полотенце как сделала это я есть жарко жаркая тренировка я вам скажу делаем румынскую тягу на одной ноге правая ножка вперед левая назад надо было больше времени оставить на отдых да ладно приводим лопаточки ноги в разножку и делаем наклон на одной ноге здесь что-то между ласточкой ласточка была в самом начале потому что нас сил там было побольше и что-то между ласточкой и обычной румынской тягой ласточка это полностью одна нога заверяется нагрузку румынская тяга делит эту нагрузку на 2 поэтому здесь что-то между хорошо теперь левая сторона начнем одна нога спереди вторая чуть назад лопатки поправить и начинаем наклоны хорошее такое упражнение чувствуется работа ягодиц вы не забывайте таз тянуть назад не гантели вниз а таз назад это позволит ягодичные мышцы растянуться и поработать на всю катушку умничка и еще 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 хорошо есть очень было хорошее решение взять себе на тренировку полотенце фух сейчас мы выполняем румынскую тягу пол амплитуды остаемся внизу не поднимаемся не выравниваемся до конца мы работаем над и под коленом давайте давайте дать над и под коленом если ты почувствовала недостаточную нагрузку для твоих ягодиц сегодня включая эту тренировку и выполняю по второму кругу либо ты можешь возвращаться к ней вновь и вновь только удваивать нагрузку то есть не удваивать а увеличивать я работаю допустим сегодня с 10 килограммами если есть возможность запиши себе в комментариях что у тебя вес на сегодняшней тренировке 10 килограмм возвращайся к этой тренировке вновь и увеличивай вес прогрессируй ягодицы мощная мышца это самая большая мышца в человеческом теле чтобы она прогрессировала и чтобы она накачивалась нужен хороший вес мы сейчас из планки с тобой поднимаем поочередно ноги это заключительное упражнение кор у нас крепкий и мы поднимаем по одной ножке работа ягодиц здесь чувствуется особенно на такое уже уставшие забитенькое тело поднимаем осталось совсем чуть-чуть хорошо последний раз и на этом наша сегодняшняя тренировка закончилась если она тебе понравилась вот qr-код также ссылочка располагается в описании можешь также написать мне несколько приятных слов комментариях потому что я для тебя действительно старалась сейчас мы сделаем с тобой небольшую растяжку после тренировки и мы на этом с тобой расстанемся сегодня но ненадолго у меня планы большие хотя я не знаю насколько большие если youtube будут блокировать мы располагаемся сейчас на четвереньках поэтому эти приглашаю подписаться на сообщество вконтакте яндекс дзен рутюб есть новая площадка от мтс ну называется и еще аналог ютюба называется платформа давайте будем тестить куда будем все переходить просто для блокировки youtube чтобы мы не потеряли друг друга носочки вместе колени стороны уходим вперед поза младенца хорошо отлично стоим стоим получаем удовольствие от окончания сегодняшней тренировки я например немножко подустала я вам так скажу мы сгибаем ноги в коленном суставе одну ножку сгибаем укладываем за внешнюю сторону противоположной ноги эту согнутую коленку я подбираю как будто меня за крючок кто-то подвешивает в потолок я вытягиваюсь через макушку наверх рукой я подтягиваю колено груди все тоже самое божечки все мокро бедный ребенок меняю сторону хорошая идея была собрать челку в начале тренировки я просто был опыт я каждый раз наклоняюсь поднимаюсь и она в глазах бесит поэтому было принято решение общеколлегиально хорошо положимся на положимся на спинку сгибаем одну ножку в коленном суставе укладывание над их коленом эту ногу мы подбираем растягивается здесь ягодиц и у нас все сегодня на растяжение ягодиц в заминке успокаивается пульс на экране вы можете увидеть сколько я потратила какое количество калорий я потратил на сегодняшней тренировке состояние пульса также отражено на экране очень здорово если ты включаешь тренировку на своих часах то мы можем наблюдать друг за другом да то это твою сторону касается и так на сегодня мы с тобой прощаемся большое спасибо тебе за компанию за твои приятные слова в комментариях за твои донаты я все получаю большое спасибо также пиши в комментариях на какой платформе тебе было бы удобнее нам с любой продолжить встречи а я с тобой прощаюсь совсем ненадолго поясин дирина 1 пока пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok